всем привет в мультуре я играл с молодым сибирским шахматистом милий мошков и видишь возможно видя что я не способен ничего посчитать мой противник вышел в будапештский гамбит слава богу у белых хватает хороших возможностей взять конечно надо она конечно 4 количество интересных ходов просто фантастическое как-то не забавность 16 сток на очень хорошем месте на очень хорошее место ставят в тройке сильнейших ходов и разница между ними в одну сотую ставят продолжение александра александровича олехина и 4 причем вот сейчас так скажу на глубине условно 27 то просто первая линия на моем тетрисе ноутбуке вот глубине 27 на 28 на первую строчку выходит ход который я сделал е3 напали на коня конь бьет е5 правда он говорит что надо пойти f4 выгнать коня на c6 но здесь есть нормальная теория коня штри ведем коня на f4 и за счет контроля над полем d5 белые получают очень стойкий старческий плюс то есть то что нужно практически никакой тактики и все фигурки располагаются намного интереснее и так слон b4 шах ну точнее конечно d6 но там у черных похуже все-таки такая почти староиндийская получается где контроль над пунктом d5 очень важен слон d2 разменялись естественно взяли ферзем d5 черные пойти могут но после ферзь бьет d5 никаких плюсов в общем то от того что отдали черную пешку не видно d6 ход нормальный кони в 4 в общем оценочка позиции примерно плюс равно рокировка конь там слон е2 понятно что здесь черным надо было сыграть а5 и повести коня на c5 через а6 или через d7 не имеет значения но белое все ставят по центру и рассчитывают вызвать где-то c6 и продавить пешку d6 после слон е6 очень вот здесь я надолго задумался уходы примерно равноценная конь бьет и 6 сток выводит на первое место да то есть я сыграл b3 вот а после конья 6 и f4 согнали коня конь куда-то сбежал вообще не имеет значения куда условно давайте на же 6 поставим так тут еще и со слон f3 не обязательно торопиться да то есть у черных подрезаны кони они не имеют опорных полей и это дает очень стойкий плюс белым они могут вообще в длинную рокировать да то есть очень рука чесалось сделать именно этот ход но бы 3b3 тоже вполне такой нормальный ответ ферзь есть 7 ну понятно что черным надо быстрее коня на c5 и пешку на опять ставить версии 7 конь c3 и тем более ход c6 который так белым нужно вызывать черное сделали добровольно в общем здесь у белых уже перевес в единичку в полтора в полторы пешки ладья d1 ладья d8 ход обязательный и здесь я решил не играть конь е4 конь е4 конь е4 я не пошел из-за d5 cd cd надо возвращаться конем на c3 и почему-то мне не понравилось а вот сейчас смотрю и понимаю что черные теряют пешку d5 и совершенно никаких плюсов взамен не получают удивительная сыграл скромно рокировка он тоже перевес большой единичка коня 6 теперь централизация я считал что черным уже пора играть и в 6 или f5 движок со мной согласен ну чтоб коня на f7 и пешку d6 держать ну как бы понятно что после условного f6 белый и конь е4 могут пойти и взять на е6 могут и потом конь е4 то есть это и тот и другой ход выглядят достаточно заманчиво если кони в 7 тут c5 еще есть интересное продолжение ну с идеей на d5 взять на 6 то есть у черных ослаблен король вот но черные сыграли на мой взгляд хуже они пошли конь c5 b4 ну и понятно что все это было затеяно не для того чтобы после конь d7 конь бьет е6 остаться без пешки и без какой-либо компенсации а для того чтобы после слоны в 5 половить ферзя то есть на bc последует dc вот ну и вот здесь я выбирал здесь у их очень много заманчивых ходов в первую очередь я считал то что встретилась в партии это к сожалению третья линия то есть все таки расчет у меня подводит первая линия это прыжок любым конем на d5 на взятие ну брать надо на взятие конь бьет d5 висит ферзь ферзь должен куда-то уходить мы бьем и после dc ферзь бьет c5 у белых лишняя пешка мощный конь на d5 если черные пойдут слон е4 мы просто f3 попросим их еще и на d5 съесть то есть выправить структурку нормального хода не видно одна из главных угроз конь е7 конь бьет f5 и ладья d5 вот то есть позиция почти практически выигранная тем не менее вот хотелось чего-то попроще и я сыграл е4 е4 ответ черных вынужденный конь е6 взяли взяли и f4 это правильно c5 bc на вот эту позицию я и шел cd конь бьет d4 да и тут сильнейший ход конь бьет е2 вот я все посчитал и ладья d4 решил что эту позицию я легко выиграю ну здесь вместо естественного ладья бьет е7 последовало f6 и по какой причине я не пошел и в 5 это вообще колоссальная загадка потому что загнали слона на f7 и просто ведем коня на d5 на слон бьет d5 cd потом d6 ну позиция выигранная но впрочем то что я получил тоже близко к выигранной я пошел конь c3 сразу по кстати примерно то же самое ладья бьет е7 так конь d5 до ладья ушла на f7 король f2 ладья c8 и здесь мне нужно было попытаться вызвать ход b6 очень коварным был ход король е3 с идеей ладья b1 ну ладно ладья d1 все-таки первая линия ход нормально ладья c5 f5 пока играю по первой линии но скоро я выпущу победу король f8 единственный ход вот важный момент то есть я всю партию вот всю концовка партии я мучился из и эршпиль был ничейным пешечный из-за того что пешки черных стоят идеально на а7 и б7 стоит любой из них двинуться вперед и в образовавшиеся дыры потом в пешечном пролазит король то есть обязательным был ход ладья а4 напали на пешку после условного ладья c2 король f3 черным надо играть либо b6 либо а6 и белые готовятся разменять ладьи то есть условно ну где-то пойти d6 и размен пушек приведет к тому что пешечный будет совершенно выигран вот очень важный момент если даже диаграммку вклею я пошел d6 вопросительный знак хотя движок этого и не не понимает пока что вот вызвать ослабление это очень важно было так d6 король е8 и ладья d5 ладья d5 ну можно было покажи 4h4 наезжать я решил что надо уже меняться это это ошибка конечно же 4h4 g5 выглядит намного более интересно потом короля на в 4 ладья d5 он взял и король d7 король е3 король c6 король d4 и здесь черное подняли единственный спасающий ход ладья f8 легко сейчас легко проигрывала ладья d7 потому что после е5 и фе король е5 ладья d8 есть очень мощный ход король е6 и вот этот пешечный совершенно выигран у белок сейчас пройдет пешка же король d5 король е8 потом король f7 пешка f пройдет вот а после ладья f8 этого всего нет и на доске уже объективно ничья движок говорит что надо было ходить d7 ладья d8 е5 но и получался абсолютно такой же после ладья d7 ладья d7 fe король е5 король d7 к сожалению здесь хода f6 нет а g4 король е7 g5 ведет к позиции из партии я сыграл же 4 на ладья d8 дал шах ладья c5 ну и секрет успеха в том что я ходил с очень уверенным видом всячески давая понять противнику но я кстати был уверен что у меня выиграны если честно что все он уже допустил решающую ошибку и противник согласился с этим и сопротивление здесь не оказал и аж при совершенно ничейный даже если бы черные пошли король d7 это все равно ничья но уход f есть сильнейший понятно зачем давать белом возможность поставить пешку на е6 fe король е5 король е7 g5 единственный ход в этой позицию черных а6 он был сделан но я с наглой мордой ответил здесь не король f4 как показывает движок аж 4 и несмотря на то что ну вот у меня здесь было где-то минут десять еще у противника точно больше получаса он тут что-то подумал подумал и сыграл b5 все решающая ошибка а черным надо было просто разменяться ну и пойти как-нибудь в 6 король d5 король d7 там условно а3 а6 сожалению на 4 пешку не поставишь из-за b5 приходится ходить и в 6 и черные успевают слопать они не успевают стоп момент так слопать не успевают но успевают пойти по 5 дал тут кстати еще кроются серьезные тонкости b5 король c5 король е6 король b6 король бьет и в 6 король бьет а6 ну и все понимают что черный король должен оказаться на c8 для того чтобы была ничья то есть король е6 король b5 король d7 и белым не хватило ровно одного темпа к сожалению короля на по 7 и не постоять не успевают но после b5 в общем то все просто король d5 b4 король c5 и белые съедают обе пешки ферзевого фланга что обеспечивает им легчайшую победу вот так вот удалось выиграть ничейный пешечный эмшпиль но перед этим удалось из выигранного ладей ладейного его получить и очень важный момент здесь такой обучающих нужно было вызвать любое движение пешки а5 b5 а6 b6 то есть ладья а4 это такой очень серьезный ход ну или сначала может быть еще король е3 чтоб ладья d2 был ход она условная король е8 уже точно ладья а4 и у белых видимо все-таки выигранная позиция ну ладно осталось всего два тура издевательств над организмом до встречи завтра всем спасибо за внимание